МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Ольга Аникина. Сегодня расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Прививайся, если хочешь быть здоров. В городе открылись дополнительные пункты вакцинации. Магнитогорск посетила первая леди Челябинской области Ирина Текслер. Она познакомилась с социальными программами города и комбината. Из Канады с любовью у родителей Филиппа Майе посетили промышленную площадку и арену Металлург. А сейчас об этих и других событиях более подробно. В минувшую пятницу в конференц-зале завода управления Челябинского цинкового завода состоялось очередное объединенное заседание правления Челябинской областной ассоциации работодателей и общественной организации Союз промышленников и предпринимателей. Заседание провел президент Союза промышленников и предпринимателей, председатель Совета директоров ПАО ММК Виктор Ашников. В заседании правления Союза промышленников и предпринимателей приняли участие представители социально-экономического блока регионального правительства, депутаты Государственной думы, законодательного собрания, уполномоченные по защите прав предпринимателей в Челябинской области, а также представители других предпринимательских объединений. В основной части мероприятия собравшись обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и вакцинации на предприятиях. Мы на сегодняшний день развернули почти 40% коек от общего коечного фонда в регионе. Это наша непредельная, но тем не менее максимальная мощность, которая позволяет еще сохранять оказание плановой медицинской помощи, что тоже очень важно. Участники Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области затронули проблему обеспечения рабочими кадрами предприятий Челябинской области и обсудили варианты ее комплексного решения. Мы предлагаем Министерству обороны, это одно из самых важных, рассмотреть вопрос о возможности засчитывать работу по специальности на предприятиях, выполняющих гособоронный заказ после окончания учреждения среднего профессионального образования как альтернативную службу в армии. А поскольку у нас сегодня порядка 60% промышленных предприятий выполняют гособоронный заказ, поэтому хотя бы если этот вопрос будет решен, это очень важно. Собравшиеся рассмотрели возможность заключения регионального соглашения о минимальном размере оплаты труда на 2022 год, затронули вопросы экологической сферы. Докладчики поделились разработками и опытом их внедрения в области эко-реабилитации загрязненных земель, а также очистки сточных и промышленных отработанных вод. Очень наглядный вариант эффективности воздействия этого сорбента. То есть он мобилизирует, причем в безвозвратной форме, значит, все соли тяжелых металлов, кадмий, мышляк и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И лабораторные испытания этого сорбента, значит, показали его высочайшую эффективность. Руководители крупных предприятий, входящих в состав Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, рассказали о важных проектах, направленных на повышение эффективности производства и способствующих серьезному снижению техногенной нагрузки на окружающую среду. На МНК был запущен двухлетевый реверсивный стан, 1700, холодной прокатки, местопрокатного цеха номер 5. Кроме того, на производственной площадке комбината продолжается реализация ряд серьезных проектов, строительства комплекса хокканной батареи номер 12, мощностью 2,5 миллиона тонн. Комплекс новой домины печи номер 11 приступил к проектированию. Новая паровизушная электростанция, кислородный блок, систему улавливания кислородных конвертеров и в электростанционных цехах. Дина Наумова, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Еще больше возможностей. В Магнитогорске открыли дополнительные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Один из них расположился в торговом центре «Джазмол». Там работают бригады из двух медучреждений, городской больницы номер 2 и центральной клинической медико-санитарной части. Наша съемочная группа побывала в пункте вакцинации в день открытия и подробнее узнала о проведении процедуры. Из-за сложной ситуации по коронавирусу на территории Челябинской области, впрочем, как и по всей стране, ввели локдаун. Дни с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими. В этот период действуют новые ограничения. Так, в торговые центры посетители пускают только при наличии QR-кода. Его выдают тем, кто переболел или поставил прививку против коронавирусной инфекции. К слову, сегодня вакцинироваться можно в дополнительных городских пунктах, организованных в торговых центрах. Попасть в них можно через отдельный вход. Пункт работает с 12.00 до 20.00. Прививает всех желающих получить прививку. Пациент приходит сюда, заполняет добровольно информированное согласие, заполняет анкету пациента. После этого он осматривается врачом, измеряется температура, измеряется сатурация, осматривается пациент, и пациенту делается прививка. После прививки ему вручают памятку, как нужно себя вести в течение ближайших дней, и назначают дату ревакцинации. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования. За час момента открытия прививку поставили более 50 человек, в их числе Марина Попелина. Она коронавирусом не болела, однако тяжело болезнь перенесла ее сестра. Многие болеют, многие умирают. И вот сестра у меня переболела очень тяжело, да. Лежала в первую городскую, сейчас она до сих пор еще как бы не пришла в себя. Как бы тоже не хочется. В городском пункте вакцинации есть два вида препарата. На выбор пациентам – гам-ковид-вак, спутник ВИИ, спутник ЛАЙТ. По словам докторов, их хватит на всех. Город обеспечен всей необходимой вакциной. Прививка введена уже в официальный международный календарь прививок. Она уже узаконена. И прививка позволит нам уменьшить количество заболевших. Да, действительно, любая прививка не может 100% защитить пациента от болезни. Но, получив прививку, пациент болеет значительно легче и помогает избегать госпитализации и самого плохого летального исхода. Впрочем, прививку от коронавирусной инфекции желающие могут поставить и в других крупных торговых центрах. Там также организованы дополнительные пункты вакцинации. QR-код можно будет получить в течение 3-5 дней после прививки. Ольга Аникина, Вячеслав Гусев, телекомпания «ТВИН». Первая леди Челябинской области побывала в Магнитогорске. Супруга губернатора Ирина Текслер посетила Центр материнства и специализированный дом ветеран. Также в сфере ее интересов оказалась работа Центра медико-социальной защиты благотворительного фонда «Металлург». Основной целью визита стало знакомство с социальными проектами нашего города и металлургического комбината. Подробности в сюжете Елены Ткач. Это первый самостоятельный визит жены губернатора Челябинской области Ирины Текслер в Магнитогорск. И он получился максимально насыщенным. Куратор и учредитель благотворительной организации «Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив» первая леди ведет большую общественную работу. Визит в Магнитогорск стал логичным продолжением. В зоне внимания Ирины Текслер оказались социальные объекты города и первый пункт назначения – Центр материнства. В рамках грантового проекта мы закупили два эллиптических тренажера. Девчонки пока собираются, они могут позаниматься. Массажные публики, здесь мы гимнастикой занимаемся. Слово «грант» прозвучит еще не раз в ходе знакомства Ирины Текслер с работой социальных объектов «Металлург». Благотворительный фонд их завоевывает с завидной регулярностью и успешно реализует. Постоянно внедряются новые формы работы, о которых подробно рассказали и с которыми познакомили руководители центра. Пообщалась гостьей с волонтерами, которые навещают стариков из дома ветеран. Не ждите каких-то мероприятий, типа Нового года, 9 мая. Учредите свой день круглого стола раз в месяц. Это будет гораздо приятнее, потому что приходить просто так. Гораздо приятнее они всегда ждут. И если вы имени себя учредите и будете делать такой маленький праздник, я думаю, что это будет таким еще одним поводом увидеться с вашими подопечными. Внимательно изучая интересный опыт, Ирина Текслер делилась любопытными идеями и наработками в этом направлении. За несколько часов получилось увидеть достаточно много. Центр материнства и специализированный дом ветеран. Также в сфере ее интересов оказалась работа Центра медико-социальной защиты благотворительного фонда «Металлург». Визит Ирины Текслер стал своеобразным стартом теперь в Магнитогорске работы благотворительного марафона «Добрые покупки» совместно с фондом «Продовольствие Русь». В сети магазинов «Спар» люди могут сделать покупки и положить их в корзину доброты. Елена Ткач, Владимир Ровенский, телекомпания «ТВН». Вы смотрите время местное. Легендарный толстолистовой стан 4500 горячей прокатки. Он был произведен в далеком 1914 году и долгое время работал на заводе в Мариуполе. В 1941 году был эвакуирован на Магнитогорский металлургический комбинат и 1 ноября броневой стан празднует юбилей 80 лет. Продолжит Елена Ткач. Имеет смысл озвучить несколько цифр. Решение об эвакуации стана из Мариуполя было принято 4 августа 1941 года. 15 сентября уже состоялась горячая прокрутка и был выдан первый лист. Вступил в строй легендарный агрегат 1 ноября 1941 года. В 59 суток потребовалось магнитки, чтобы ввести стан в строй. «Такие вот темпы ударные. Соответственно, и параллельно шло и проектирование с использованием существующих площадей здания. И строительные работы тоже начались. Потому что, ну, вроде не нужен был все-таки такой стан, который на то время он был уникальный по длине бочки волка». В декабре того же года магнитка дала фронту 60 тысяч тонн танкового броневого металла. По расчетам западных инженеров, стан должен прокатывать 115 тысяч тонн в год. Магнитогорские прокатчики стали давать 400 тысяч тонн брони. Почти в четверо больше. Из брони, выданной металлургами в первый год войны, изготовлено было 4 тысячи танков Т-34, которые немцы называли первым серьезным противником. «Стан орденоносный, стан уникальный. И самое главное все-таки это те люди, которые приходили сюда, которые учились у того поколения и которые умели работать и умеют работать сейчас». Не пришлось отдыхать агрегату и в мирное время. После войны десятилетиями нужно было восстанавливать огнищавшую страну, делать план и работать, работать, работать. После войны ММК по-прежнему оставался флагманом отечественной черной металлургии. Производство стали росло бурными темпами. Практически каждый год вводились в струи новые агрегаты. Но «Стан-4500» по-прежнему работал в полный шаг. Славная история «Стана-4500» продолжается. Толстый, горячекатанный лист востребован и в наши дни. Промышленный агрегат, ковавший победу, и сегодня укрепляет экономическую мощь страны. Здесь производят лист по индивидуальным параметрам для специализированных заказов, таких как металлоконструкции, применяемые в строительной сфере. Продукция востребована предприятиями трубной отрасли, машиностроения, в том числе судостроения и котлостроения. «Всех ветеранов, которые работали на «Стане-4500», поздравить с этой юбилейной датой. Хотелось бы поздравить сегодняшний коллектив, который выполняет программу и выполняет задания, которые есть, тоже с юбилейной датой. Ну и всем, невзирая на то, что у нас тут пандемия и прочее, пожелать прежде всего здоровья, здоровья самим трудящимся, самим специалистам, самим пенсионерам, а также их семьям, ну и всем жителям Магнитогорска». Елена Ткач, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН. Реконструкция воинского мемориала, где захоронены наши земляки, погибшие в Афганистане и Чечне, завершена. Она велась методом народной стройки на средства, выделенные Магнитогорским металлургическим комбинатом. Пантеон воинов-афганцев обновлен полностью. Отремонтирована часть захоронений погибших на Северном Кавказе. В перспективе реконструкция самого монумента. Наша съемочная группа побывала на торжественном митинге в честь открытия мемориала. Через два года мемориалу воинам-афганцам исполнится 30 лет. За это время сколь-нибудь серьезного ремонта комплекс не претерпевал. Шло время, если сам монумент еще сохранял приличествующий вид, то захоронения 16 погибших, как тогда говорили за речкой, приходили в упадок. Сегодня вот так. Выровнена площадка. Установлены однотипные обелиски из красного гранита. Мемориальный комплекс сегодня полностью соответствует понятию мемориального комплекса. Громадная работа, народная стройка. Сюда на субботники приезжали и школьники, и представители общественных организаций, и сами ветераны, кто еще в строю. Они, афганцы, и составили основу колонны при возложении венков на траурном митинге, состоявшемся в минувшую субботу. Время не лечит, оно безжалостно. Стареют когда-то бравые демпеля в голубых беретах. Тускнеют боевые награды, среди которых самые ценные, как и в другую войну, за отвагу и красные звезды. Редеют колонны на памятных мероприятиях. Совсем мало стало матерей героев. Не изменились молодые пацаны, как говорят на митингах, до конца исполнившие воинский долг. Они уже не постареют, не заболеют старческими недугами, не будут хоронить друзей. Свою высшую боль они испытали там, в афганских горах. Память – это самое ценное чувство человека. И когда воплощается память, воплощаются такие мемориалы, это очень хорошо. Это не только для родственников, это для всех. Правильно сказал военком, это нужно не мертвым, это нужно живым. Так что реконструкция прошла очень хорошо. Это была народная стройка. Народ помнит, еще раз показал, что народ помнит о погибших молодых парнях. Любая святыня, будь то храм или воинский мемориал, прежде чем таковой стать, должна быть построена. А любой строительный объект – это прежде всего смета. Цемент, песок, гравий, бетон, камень – проект стол серьезных вложений, на который пошел Магнитогорский металлургический комбинат. Логика здесь проста, как автомат Калашникова. Многие афганцы или собирались стать, или были металлургами. На ту войну не было комбинатовской брони. Когда весной этого года общественная организация воинов-афганцев Чечни обратилась с предложением о восстановлении данного мемориала, мы откликнулись на данный призыв, призыв увековечить ту святую память, посвященную тем воинам, которые не вернулись с той войны. Да, это были и работники комбината, и простые жители этого города. Это не важно. Самое главное – это чтить память. То, как получилось, не ожидали, наверное, и сами строители. Все довольны, все довольны. Нам вдвойне приятно, ветеранам, как говорится, никто не забыт, ничто не забыто. Это вот родителям, это как бы как бальзам на душу, и нам тоже. Мы знаем, что все-таки нас уважают магнитогорцы, что мы не зря служили, воевали, не зря ребята умерли, погибли. Игорь Гурьянов, Аркадий Стариков, телекомпания ТВ. К другим темам, пытаясь уйти от столкновения, перевернулся на крышу. Таков итог дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в минувшую пятницу на перекрестке улиц Труда и Тивосяна. Подробнее об этом и других ДТП расскажет Дина Наумова. 29 октября в 15.40 21-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21083, на пересечении улиц Труда и улиц Тивосяна, не справился с управлением, совершил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения. В соцсетях участник дорожно-транспортного происшествия разместил фото и видео аварии. С просьбой откликнутся очевидцев. Со слов водителя установлено, что в процессе движения на перекрестке осуществлял разворот неустановленный автомобиль, который создал помеху в движении, в результате чего водитель не справился с управлением, потерял контроль над управлением транспортным средством. В настоящий момент по данному делу сотрудниками полиции проводится административное расследование. Устанавливается водитель, создавший помеху при движении и скрывшийся с места ДТП. За оставление места дорожно-транспортного происшествия предусмотрена административная ответственность в виде лишения права на управление сроком от года до полутора лет. Похожее ДТП, но с более тяжкими последствиями для его участников случилось месяц назад. 28 сентября на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской Армии водитель автомобиля «Лада Веста» не справился с управлением, совершил наезд на электроопору. В результате ДТП травмы получил его пассажир. Сотрудниками полиции был установлен автомобиль, создавший помеху в движении, водитель которого оставил место ДТП, привлечен к административной ответственности. Материал передан в мировой суд. Если взять общую ситуацию по аварийности в текущем году, то она неутешительна. Более пяти с лишним тысяч ДТП. 316 человек в них получили ранения, 14 погибли. Также зарегистрировано увеличение показателей аварийности по вине водителей со стажем вождения до трех лет. Зарегистрировано 33 подобных факта, что выше уровня прошлого года. Остается лишь добавить, берегите себя и не забывайте о других участниках дорожного движения. Дина Наумова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Мягкая, качественная, на любую ногу. Во Дворце спорта имени Ивана Рамазана гостит выставка белорусской обуви. Подобрать обновку на осенний-зимний сезон можно на любой цвет, размер и фасон. На выставке белорусской обуви, что расположилась во Дворце спорта имени Ивана Рамазана, представлен широкий ассортимент осенне-зимних обновок, ботинки, сапоги, полуботинки. Мужские кроссовки и осенние женские туфли идут сезонной скидкой. Гарантия на покупку 3 месяца. Большой размерный ряд. У нас обувь белорусская, овчиня, натуральная кожа. Женская обувь с 36 по 46 размер. Мужская обувь у нас с 39 по 49. Обувь для проблемных ног, выступающие косточки, большая полнота и высокий подъем. Ой, мне вообще белорусская обувь нравится. Я вот эти ботинки покупала ниже. Уже третий сезон, что мне вообще нравится. Они удобные, у меня ноги больные, поэтому я и пришла сюда. Отрегулировать понравившуюся модель по ноге помогут специальные липучки и шнуровка. Подошва обуви идет с добротным протектором. Рассчитана на температурный минимум минус 37 градусов. Обработана антигололедной пропиткой. С такой никакая зима не страшна. Нина Ивановна специально поджидает приезда выставки белорусской обуви в Магнитогорск, чтобы порадовать себя и своих близких обновкой. Во-первых, подъем хороший, мягенький. И долго и мужу брала, и себе брала. И я с удовольствием нашел их. Приобрести качественную и удобную обновку на осень и зиму еще не поздно. Обувная выставка приглашает посетителей во дворец спорта имени Ивана Рамазана. Однако стоит поторопиться, пока в наличии имеются все размеры. Гостить в Магнитогорске выставка белорусской обуви будет до первых чисел ноября. Дина Наумова, Алексей Абашин, телекомпания ТВИ. О новостях спорта через несколько секунд. В нынешнем сезоне количество болельщиков Магнитогорского металлурга стало еще более впечатляющим. Новые поклонники у клуба появились и за океаном. В их числе родственники канадских нападающих команд. За последними играми лидера чемпионата вживую наблюдали родители Филиппа Мае. Они провели с сыном почти неделю и не только побывали на хоккее, но и посетили промплощадку ММК. В последние годы промышленный туризм в России становится все более популярным. И Магнитогорский медкомбинат один из ярких лидеров нового тренда. Однако такие посетители на промплощадке все же редкость. В отличие от своих родителей Филипп Мае на ММК уже во второй раз. За те месяцы, что он провел вдали от дома, уже успел привыкнуть к масштабам магнитки и промышленным, и хоккейным. Полностью освоился в России, в Магнитогорске. Наша команда часто выигрывала в эти месяцы, и это очень помогало. В составе есть другие канадцы и легионеры из Европы, которые отлично вписываются в коллектив. И повторюсь, победные серии решают многое. Марио и Лин прекрасно знают, что такое жизнь спортсмена. Он в прежние времена занимался хоккеем, она — софтболом. Но отпускать Филиппа так далеко им еще не приходилось. Чтобы описать свои эмоции, родителям не сразу хватило слов. Они — франко-канадцы. Английский понимают хорошо, а вот говорят с небольшими затруднениями. Пришлось даже привлечь сына в качестве переводчика. Новое приключение. Мама беспокоилась, даже немного побаивалась. Но сейчас она увидела, где я живу, побывала в нескольких городах, Москве, Санкт-Петербурге, Магнитогорске. Очень красивая страна. А описать масштаб грандиозного предприятия, которое дает жизнь Магнитогорску и легендарному хоккейному клубу, не помешал никакой языковой барьер. Огромный город внутри города. Именно такие впечатления остаются у многих, кто впервые оказывается на ММК. И в этот рабочий город очень хорошо вписался настоящий трудяга Филипп Мае, сходу вошедший в число лучших бомбардиров сезона. Напоследок, мама пожелала сыну, которым родители очень гордятся, забросить три шайбы в очередном матче. Парал Зайцев, Владимир Роменский, телекомпания ТВИН. В матче с подмосковным Витязем Филипп Мае не забил. Да и вся Магнитогорская команда сыграла не слишком результативно, сумев забросить только две шайбы. Но и этого Металлургу хватило, чтобы одержать шестую победу подряд и достойно завершить игровую программу октября. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В сентябре Металлург одержал 10 побед в 11 матчах. Календарь второго месяца сезона был еще плотнее – 13 игр. Но магнитогорцы продолжали побеждать, снова уступив лишь в одной встрече. Однако последние успехи давались команде с большим трудом. Чувствовалось, что силы не безграничны. Три выигрыша в гостях за пределами основного времени, тяжелейшие домашние поединки с ближайшим преследователем Трактором и одним из грандов Востока Акбарсом. Хозяевам очень важно было захватить лидерство в игре с Витязем. И это удалось. Андрей Чибисов великолепно обокрал лучшего бомбардира соперника канадца Даниэля Одетта и блестяще переиграл вратаря. Я показал ему бросок, он дернулся уже в тот момент. В принципе, можно было ее засовывать. Но он пошел на меня вперед. Но я думаю, ну ладно, давай поиграем немножко. А это второй гол Металлурга, в котором Чибисов выступил в роли ассистента. Вместе с Семеном Кошелевым он помог отличиться Джошу Карри. Канадский нападающий застиг врасплох Илью Ежова неожиданным броском и забросил уже четвертую шайбу за три последних матча. Но дальше хозяевам пришлось очень нелегко. Незадолго до второго перерыва лучший снайпер-витязи Ника Оямяки здорово сыграл на пятачке и сократил отставание до минимума. Вот третья домашняя игра. Такие игры всегда сложно играть, когда усталость уже в накоплении идет. И ты вытаскиваешь из себя все, поэтому надо отдать должное витязю. Они неплохо сегодня двигались. И когда такая игра 2.30, она не очень удобна. Потому что организм еще не понимает, то ли у тебя дневной отдых. Потому что игры всегда вечером, то ли уже надо играть. Поэтому тяжело всегда раскачиваться без раскатки. И, ну, ребята молодцы. Сегодня все постарались. В заключительном периоде гости забили еще раз. Но тщательный затяжной просмотр видео убедил арбитров. Прямо перед голом игрок витязя вступил в очевидный контакт с юхалкиноурой в площади ворот. Шайба не была засчитана, а магнитогорский финн больше не пропустил, отразив в этот вечер 46 бросков и сохранив для своей команды победный счет 2-1. Ладно, спасибо за пару седых волос в день тренера. Молодчики, ребята, победы, да? Юха вообще фантастика красавица. Ребят, молодчики, да. Ну, давай, мужики. И спокойно, и давай, вперед. Перед долгожданным перерывом в чемпионате «Металлург» сыграет еще три матча в гостях. Выездная серия начнется в Санкт-Петербурге 2 ноября. Прямую трансляцию встречи со СКА смотрите в нашем эфире во вторник в 21 час 20 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. В Магнитогорске состоялись соревнования по городошному спорту. Древняя забава стала частью спартакиады, которую организовали между командами муниципальных предприятий и организаций города. Участники игры сразились на новой площадке экологического парка. Кто одержал победу, расскажем в нашем следующем сюжете. Игра в городке имеет давнюю историю и была популярна у разных сословий. Сегодня, когда в экологическом парке появилась специально оборудованная площадка, игру в городке намерены возродить. Ее уже включили в городскую спартакиаду. Спартакиада проходит у нас ежегодно. В спартакиаде принимают участие городские службы, горэлектросеть, Мосгортранс, Горторг, ДСУ и так далее. Всего получается семь команд у нас принимает участие в этой спартакиаде. Спартакиада состоит из различных видов спорта. Их насчитывается около 12. Там и зимние виды спорта, и летние, и футбол, и хоккей в Алинках. И последним видом спорта, заключительным в этом году, у нас будет на новой площадке городки, городочный спорт. Монтажник Юрий Шевчук представляет команду «Прокат-монтаж». Игра в городки ему знакома не понаслышке. Говорит, уличные состязания устраивали, когда он был мальчишкой. Только вместо городков использовали железные банки. Вместо биты брали березовые палки. Я сам с деревни. И раньше в старину мы играли в банки. Просто этих городков как бы не было, ставили вот эти банки. И выбивали так же, вот именно такая, точно так же, тоже по полосам. Выбивали в банки. То есть если выбиваешь эти банки, значит твоя команда выигрывает. И это прекрасно, что этот вид спорта возрождается. То есть и прекрасно, что мы идем к этому русскому всему. По словам главного судьи соревнований, игра простая, битая. Надо выбить фигуру, состоящую из пяти городков. Они могут быть выстроены в пушку, вилку или звезду. Есть некоторые нюансы, но они скорее для опытных игроков. Подсчет простой. Фигуры есть заданы, 10 фигур. Если 10 фигур, кто вперед выбит 10 фигур. Либо договариваются, если уровень невысокий у игроков, договариваются. Вот сейчас будем проводить соревнования. По 20 бит. 20 бит каждая команда бросает. По результатам, кто сколько городков выбил из 20 бит. Юрист дорожного специализированного учреждения Наталья Шубенкова в подобных соревнованиях участвует впервые. Однако для нее это не главное. Важнее настрой команды, а он у нее боевой. Мы попробовали сейчас. Ну, как бы не очень сложно. Все хорошо, у нас получается. Это самое главное. Ну, спорт – это наша жизнь в первую очередь. Хочется нам участвовать. У нас есть команды, которые уже сформированы. Мы стараемся завоевывать первые места. По итогу соревнований команда ДСУ заняла третье место. Прокат-монтаж на втором. Равных в городошном спорте не оказалось команде Треста Теплофикация. Она заняла первое место и стала обладателем Кубка. Ольга Аникина, Виктор Исаев, телекомпания ТВИ. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tvdfisin.ru. Всего доброго и до встречи.